Ну будет, ждем. Надеемся. А у кого если там с обогревателями сидят, так еще ничего. Ну а так квартира холодно или тепло? Ну конечно, прохладно. Что же будет? Осень на дворе дождя. Когда это? Ну еще как бы надо 5 дней, чтобы была у нас температура ниже нормы. А еще 5 дней вроде не пошло. Надеемся. Ждем. Очень холодно. У нас на парусинке есть вода. У нас все прекрасно. Отопления только. Отопления нет. Отопления будет. Но обещают, как обычно, у нас в октябре дают. Так что ждем. Ничего, все хорошо. Нет, есть дискомфорт. Не знаю. Я жару не люблю, мне очень хорошо. С детьми холодно. Ночью, например, днем еще более-менее. А ночью холодно. Дети замерзают уже. Вот эту неделю уже очень холодно. Никакого, даже не хочется говорить ничего. Здравствуйте. Ну как это можно? Вот написано объявление. Видите, объявление написано, какого часа дают горячую воду. Девятнадцать с восьдесятого. Как можно? У людей дети маленькие. Мы взрослые. На дачу уехали, сидим на даче. Вот приезжаем с магазина и все. Никакого даже не хочется про власть говорить. Более-менее ничего. Есть квартиры, в которых мерзнут. А есть и ничего. Даже еще не холодно. В квартирах тепло, холодно? Холодно, очень холодно. Холодно? Ужасно. А не в курсе, почему и... Как объявление написано, что типа делают, там где-то на трассе трубы меняют. Холодно, особенно ночью. Так вообще, хоть окна и закрыты, все равно холодно. Сыро, как бы, в квартирах. Холодно и сыро. То есть, а что обещают вообще? В октябре. Можете как-то прокомментировать ситуацию, которая сложилась сейчас в Бангороде с ремонтом теплотрассы? Что вообще происходит и как вообще решается вопрос в данный момент? Никакой катастрофической ситуации в городе нет. Я не понимаю, откуда такой большой шум поднялся за объявление. В результате прошлого отопительного сезона на участке от Кингисепска 5, вот от теплокамеры, и вот за Кингисепском шоссе до Восточной 2 было 9 порывов. Трубы 38 лет не ремонтировались, находились в последнее время в конкурсной массе судья. Поэтому мы пришли в состояние износа 80%, порядка 80%. За последний период тут было 9 порывов. Весной в мае месте Газпром теплоэнерго, который обслуживает наш город, провела большую работу, заменила здесь порядка 250 метров труб. Ну и пришли к решению о том, что нужно менять теплотрассу. До Кингисепска пропустить под Кингисепском шоссе, потому что это опасный участок, в случае порыва и приусильных морозах будет отключен весь первый микрорайон. Убернатор выделил деньги, согласно 44-му федеральному закону проведены торги, это потерян месяц, потом ожидание 10 дней до того, что никто не объявит суд. После чего выигравшая организация пришла к исполнению. Срок исполнения до 5 октября, ориентировочно по контракту до 17 октября, но пообещали, что успеют в отопительный период. Срок запуска по отопительному периоду, ну пока раньше законодательных актов я не видел ни одного, может быть они есть, но я, к сожалению, их не видел, найти не могу. Когда среднесуточная температура превышает 5 дней, ну ниже 8 градусов в течение 5 дней, среднесуточная. У нас, с учетом бабьева лета, такая температура насупит, я вот ежедневно проверяю метеосводки, ну порядка 15-16 октября. Я думаю, что к этому времени все работы основные будут заключены. Что касается этого участка, на котором мы сейчас находимся, на следующей неделе, к концу недели, он будет полностью завершен. Сейчас пройдем, посмотрим, что трубы уже уложены, все. Пройдут испытания, опрессовку, после чего задвижки откроются, и этот микрорайон будет подключен и горячей воде, и потоплению. То есть вопрос еще до 1 октября. Поэтому никакой катастрофической ситуации в городе я не вижу. Работы ведутся активно, без промедления, на контроле администрации, ежедневные отчеты. Ну а люди сами не возмещаются? Нету каких-то возмещений? Нет, первоначально было неправильно, почему размещена информация о том, что в связи с заключенными контрактами, по условиям контракта до 17 октября не будет горячей водоотопления. Люди испугались, что так долго они останутся без тепла. Поэтому пошли звонки, люди стали интересоваться. Мы вывесили в интернете на подъездах уведомление людям, извещение о том, что никакой задержки не будет, что отопление будет подано согласно требованиям законодательства вовремя, без всяких задержек. В случае, если даже работы не будут закончены по контракту, а наступит холодное время, период, когда нужно подавать отопление, работы будут остановлены и перенесены на следующий год, а тепло будет подаваться по старому трубопроводу. То есть задержек никаких не будет. Вот старые трубы, вот это в чине, они подтянутся, подвяжутся. Эти трубы уже не меняются. И от них вот по всей трассе, которую вы сейчас смотрите, работа пойдет. Там уже плети сварены. Здесь сначала опрессуют новые сети, и потом свяжут их с задвижками, про которые я говорил, поставят новые задвижки, которые перекрывают трассу в случае для производства ремонта. И к концу следующей недели работа будет закончена. То есть вы по плану закончите когда? По плану у нас 16 октября. Сейчас если температура пойдет, работа будет... И вот это, до 1 октября уже все будет людям подано. На них все будет запущено. И уже по окончании они вот сюда соединятся здесь полностью. Вы же подсоедините. К концу недели это все будет подсоединено, и по ним уже будет подано горячее водоотопление в дома. 28 домов. 28 домов. И на улице Гагарна Гамана, там они запускаются, там у них газовые горелки. Поэтому они без этих. И Гагарна 16, у которого в дом, но там все жильцы дома пользуются были ранее, уже в течение 5 лет. Там не используют горячую воду для использования отопления. Допутаемся своевременно, как положено. Сложности есть вообще по работе? Работа как работа. И все, то есть никаких таких экстренных нет? Нет, мы тесно взаимодействуем. Как что случается? Без перерыва. Оказываем помощь и поддержку там, где можем. Срок закончите вообще? Людям дадите тепло вовремя? Конечно, все будет. Буржуик навариваем. Тепло вовремя. Тепло вовремя.